Друзья всем привет сегодня продолжим работать с проектом только факты сегодня у нас практическое занятие но перед ним хотелось бы напомнить что мы делаем для чего как мы с этим будем работать я собираюсь затронуть большое количество аспектов и большую функциональность но я буду делать с маленьким количеством сущности поэтому пока ничего менять не предполагается но если вдруг придется менять я естественно вам в этом скажу пока все остается как есть а дальше будем посмотреть итак в этом видео я хочу ответить на несколько вопросов и первый из них зачем нужны в моду и в общем-то этот вопрос достаточно часто возникает его достаточно часто спрашивает и в общем-то я могу сказать что в принципе они не нужны если у вас есть сущность какая-нибудь очень простая и на юай вы выводите без каких-либо изменений прям сразу из базы прям сразу на юай в принципе опять же повторюсь можете это делать вам никто не запретит но на своем опыте я убедился что рано или поздно наступает такой момент когда в моду вы собственно говоря нужны ну во первых в базе данных возможно хранится не вся информация которую вы хотите показать и делать функционал который каким-то образом обрежет какие-то там свойства или наоборот добавит и вливать это вшивать это в сущность который хранится в базе данных это на самом деле униками фода то есть но так не делается во-вторых допустим у вас есть какая-то ролевая модель да и то что можно смотреть одному пользователю нельзя смотреть другом это конечно частично задевает первую фразу которая сказал да то есть некоторые свойства но есть и варианты когда вы должны склеить из нескольких сущностей одну вью модель на одной странице более того не одну а несколько и тогда возникает вопрос какое количество модели вам нужно обработать и что с ними сделать чтобы показать на одной форме потом view model это не всегда равно модел надо понимать что в модула он больше подходит к вью да то есть ключевое слово view это значит для представления нужно какие-то дополнительные свойства или какие-то специализированные свойства или калькулируемые да если так нам можно выразиться и тогда а вот эти вот свойства могут рассчитаться из каких-то значений одной сущность двух сущностей настроек каких-то настроек не только вашего сайта но и настроек бизнес логики и вот это вот уже вливать в отдельные расчеты в общем для того чтобы одну модель показать на какой-то странице и несколько моделей потребуется это сделать в одном месте не дай бог вам придется это сделать нескольких местах то разрыв вот это вот шаблонов так сказать когда у вас одно и то же нужно будет копировать проще всего сделать один маппинг ну то есть сказать что модели должны равняться модели должны маппиться на view моделы в определенных правилах в общем вот это вот на самом деле наверное мы правильный ответ на этот вопрос собственно говоря есть еще такой вариант когда ну ладно давайте об этом дальше давай пока другое отвечу вопрос в чем отличие в модула data transfer object вообще на самом деле эти сущности очень похожи теоретически это одно и то же но за небольшим исключением data transfer object только то есть dto или dto это то что передается от api по сетке до другим сервисом другим в общем то клиентам то есть это всего лишь дата трансфер object это всего лишь контейнер который переносит данные с одного проекта из одного сервиса с одного сайта на другой собственно говоря сервис сайт или собственно говоря страницу таким образом data transfer object может быть и view модулом но в основном data transfer object грубо говоря как контейнер да то есть как ящик которому переводить какие-то данные что говорить про view model это более узко направленная штука которая больше привязана к view и призвана обслуживать вот этот самый view да то есть то представление которое пользователю будет показано теоретически view модулы data transfer object очень похожи то есть из модели создается маппинг да то есть проекция на data transfer object или на view модул и там каким-то образом либо передается либо показывается на юла и все-таки что такое маппинг в общем property mapping да если мы говорим про одну сущность на другую допустим у вас есть person и person view model допустим у person есть какие-то свойства и вам нужно эти все свойства показать на юла и собственно говоря у вас есть view model который повторяет грубо говоря эти свойства и маппинг это когда вы person . first name равно view model . first name грубо говоря значение одного свойства из модели передаете в значение такого же то есть значение такого же свойства другой модели или view модели да в общем вот это вот грубо говоря называется mapping то есть вы производите соответствие значения одних свойств на другие и в общем-то возникает вопрос который тоже достаточно часто задают и я собственно говоря отвечаю на него таким образом и так можно же в принципе вручную да когда у вас там свойства person first name last name там и еще каком бирды да передается в view model в общем то сделать это на самом деле быстро и это можно сделать это будет работать и более того когда такие простые сущности там 3 5 7 10 свойств я в общем то так и делаю хотя с другой стороны смотрите тратить на это время но на самом деле ну то кто на что учился да хотите на это тратить время тратьте я в принципе на это время не трачу мне это в принципе не интересно более того существуют современные мапперы которые могут это делать быстрее меня более того быстрее моего ручного хотя вручной является самим быстрым то есть когда вы вручную это все делаете передаете свойства это будет гораздо быстрее чем использую какой-то маппер который использует рефлексию разбирая там в общем то на низком уровне классы на объекты в общем зачем нужен маппер потому что это удобнее потому что это быстрее потому что этот централизованно и экономит кучу времени в общем то и какие мапперы бывают и как выбрать на самом деле смотрите мапперов очень много и а собственно грехи писал и свой маппер и в какой-то момент склонился в авто к автомапперу мы про него поговорим чуть чуть попозже мапперы бывают разные они в общем-то работают по одному и тому же принципу и грубо говоря этот принцип делится на две части если так можно выразиться то есть это все делается автоматически да во первых и во вторых можно использовать рефлексию то есть на более низком уровне разбирать объекты на методы на свойства и в общем то собирать через рефлексию другой объект или есть так называемый экспрессионы что более-менее ну то есть чуть чуть подальше от рефлексии но все равно где-то очень глубоко да то есть и в последнее время начинают появляться мапперы которые более современные которые которые более быстрые которые работают на давайте дальше давайте дальше так смотрите есть такая штука называется экспресс маппер на самом деле достаточно интересный проект он появился как бы как бомба да он был очень быстро на тот момент когда он появился но он появился четыре года назад и автор к сожалению его забросил и одно время я этим экспресс маппером пользовался очень удобно и быстро в общем одно было радость в том что он быстрее чем автомаппер и в общем то можете посмотреть на самом деле интересная штука если хотите простоты можно воспользоваться этим я же в основном используя автомаппер и надо сказать это достаточно мощная штука и по последним ну буквально там полгода может быть год бенчмарком он обходит и экспресс маппер по скорости ну видимо потому что все таки автор забросил свой экспресс вот этот маппер но автомаппер очень мощная гибкая система позволяющая делать достаточно с ее сложные серьезные манипуляции с данными и вот с трансформируем одних других и хочу заметить одну вещь смотрите когда вы в маппер используете трансформацию одного объекта в другой ни в коем случае я вам не рекомендую закладывать бизнес логику то есть одно дело для того чтобы на view показать какие-то данные а другое дело при помощи автомаппера делать эту логику во первых протестировать это будет очень 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 сложно во вторых если ваши бизнес правила изменятся то ну то есть если у вас не одним если вы сам себе директор своего проекта но один вариант если вы работаете в команде то потом вашим коллегам будет очень трудно найти где вот эта бизнес логика лежит и как она собственно говоря работает ну и в общем то автомапперами пользуюсь давно и наверняка я буду его пользовать и в этой статье о смысле в этом видео в общем есть еще одна штука на самом мой взгляд очень интересная я за ним пристально смотрю называется мапстер и эта штука работает очень хитрым способом на самом деле она делает все то же самое что автомаппер но в девятой версии в девятой версии появилась такая штука как код и надо сказать что код написан вручную маппинга он работает быстрее быстрее в разы и ну если не в два то даже в нескольких случаях и быстрее чем в два раза в зависимости конечно типа и сложности сущности мапстер работает быстрее даже чем работает ручное кодирование почему потому что как я уже сказал он использует код генерейшн и очень хитрым способом он ну вернее даже не столько хитрым сколько правильным способом он вот эти вот маппинги то есть сопоставление генерирует прямо в реалтайме то есть после билда и складывает его в папку генерации то есть добавляя экстеншены на ваши классы то есть работает исключительно хорошо исключительно быстро не требует много памяти и быстрее чем вручную вы напишете почему быстрее ну потому что есть операции которые допустим for each или for цикл да for цикл естественно работает быстрее и вот эти вот штуки вот всякие так называемые ловеринг если помните было такое мне на канале определение вот если вы используете это вы напишите это код работающий быстрее и на самом деле наверное пока все давайте переключаться все таки на автомаппер и будем работать сегодня сущностями они у нас есть будем делать дальше мапы и в общем то используя автомаппер и viewmodel и так для начала я получу последние изменения с сайта ну в смысле из гитхаба отличные изменения нет тогда мне проект достаточно обновить я в принципе рекомендую делать это и вам у меня есть 6 изменений обновить ну и первым делом я бы хотел немножечко навести порядок сейчас обновится сайт в общем то мне это не мешает закрыть его и смотрите у меня есть папка models но она видимо создается прямо в начале в шаблоне я бы хотел переименовать во view models чтобы у меня вот все модели лежали как бы в одном месте ну и соответственно мне нужно переиментировать namespace и да и везде где они используются давайте я сохраняю все и закрою итак у меня есть папки data три сущности которые называются fact немножечко здесь у нас есть тегов есть у нас notification и есть tag ну в общем как вы понимаете viewmodel будут не очень сложные даже бы сказал очень простые но тем не менее в примере я хочу показать как я вообще с этим работаю и в общем то надеюсь что вам это будет полезно итак для начала я создам папку mapper ну в смысле их там будет много и в общем mapper и mappers совпадает с namespace поэтому я называю во множественном числе ну первым делом я хочу здесь создать допустим fact mapper configuration почему в общем то у меня существует моя собственная договоренность с самим собой что здесь сущность и model configuration это настройка модели конфигурация а mapper configuration соответственно mapper configurations и наверное для начала давайте сделаем не так я сделаю папку base и в этой папке я положу основные настройки которые собственно говоря буду использовать во всех настройках для всех сущностей то есть во всех маппера ну во первых мне нужен какой-нибудь i auto mapper интерфейс в общем он как раз будет всего лишь на всего заглушкой по по образу которому я буду находить через рефлексию все нужные профили ну давайте сделаем это stop for reflection generation в общем это всего лишь заглушка дальше мне нужно сделать еще ну давайте назову его mapper configuration configuration base и это у меня будет базовый абстрактный класс который будет являться i ну давайте для начала profile ага я еще не установил ну значит перед тем как вообще начать что-то делать нужно естественно этот automapper установить так что у меня тут все отлично а вот еще какое-то изменение scale server 503 конечно же обновить да хочу пусть устанавливается я поставлю пока auto mapper вот он automapper 131 миллион ну нормально так в общем я говорю хочу его использовать и и теперь у меня появилось профайл то что как раз является профилем конфигурации да то есть у сущности есть конфигурации есть собственно можно воспользоваться и так у меня этот профайл не только будет являться базовым для моего mapper configuration base ну еще и добавлю сюда вот этот вот автомаппер который будет как бы заглушкой для моего базового класса и назовем это base class for mapper configuration configuration вот так вот в общем то это по большому счету тоже заглушка и вот для чего я ее делаю то есть если я сейчас вернусь вот этот вот файл я могу теперь сказать mapper configuration base нет mapper configuration base и в общем у меня теперь класс стал практически профилем моей конфигурации и я чуть чуть попозже объясню зачем я так делаю ну во первых чтобы продолжить давайте в конструкторе создадим create map это вот как раз как вы видите отсюда если эту штуку отключить ну у меня соответственно вот этот вот исчезнет в общем это берется из базового класса это так для тех кто мне задает вопросы ну базовые так сказать и так у меня есть map и здесь я собственно говоря должен создать проекцию класса fact на fact view model соответственно fact view model у меня нету и еще и давайте тогда его создадим ну пока я сделаю это вот таким вот образом пусть это будет класс я сделаю по-деревенски я возьму скайпирую вот эти штуки и и отображу вот здесь но надо сказать что у меня здесь в принципе может быть лист ну или iList если хотите ну с другой стороны здесь может быть iEnumerable в общем то я предпочитаю использовать iEnumerable и теперь этот класс могу выкинуть в другую папку которая называется view models и шарпер мне поможет это сделать отлично и теперь собственно речь о чем у меня здесь есть факт view model метка тег поэтому теоретически это должен быть тег view model и соответственно этот тег view model я должен создать ну и для этого я должен перейти в тег взять название свойств и вставить вот сюда но это еще не все смотрите у меня у факта давайте я еще раз вернусь факт у меня есть auditable и здесь есть другие свойства и я их тоже скопирую но вот кстати время создания редактирования показывать собственно говоря пользователям я не собираюсь поэтому у меня date time created ну да пусть будет created by ну тут как бы тоже на самом деле не особо интересная информация потому что created by ну я его буду создавать ну хотя те кто присылают могут здесь тоже оказаться хотя ну давайте я пока вот так вот оставлю не давайте пока удалю оставлю только дату создания ну и помимо этого мне еще нужно из auditables из identity взять название свойств которое id и добавить его вот этот самый view model теперь у меня view model готов и как видите в нем уже не все свойства должны попасть на UI а только некоторые из них и теперь мне нужно проделать ту же самую операцию в общем то смотрите мне tag view model конечно может содержать факты но он факты соответственно содержать не нужно вот вам уже в двух сущностях какие различия того какие бывают модели и view модели ну и соответственно соответственно это я вынесу в отдельный класс и здесь у меня в принципе никаких изменений не будет я это закроем и здесь у меня а и номер балл да наверное этого достаточно и в общем то теперь у меня здесь нужно состряпать кое-что что называется пейджинг да то есть просто так пейджинг смаппить ну на самом деле ну не всегда получается во всяком случае реализации пейджингов бывают разные я буду использовать свой из iUnityWork и поэтому мне нужно сделать специальный пейджинг ну я это сделаю немножечко попозже а пока а пока смотрите у нас есть факт и факт view model но надо подумать о том что должен быть еще наверное какой-то факт давайте я вот так вот сделаю факт view model на факт что это значит ну я должен как-то создавать эти факты для того чтобы мне их создавать я вот сюда смотрю у меня здесь уже create created то есть когда я его создаю у меня факта еще нет поэтому я не могу сделать таким образом чтобы у меня он создался поэтому я создам еще один view model который называется факт create view model и соответственно я тоже его здесь создам и мне здесь нужно из этого ну даже наверное не из этого а вот из факта я возьму контент потому что мне только контент нужно теоретически добавить и может быть теги да ну давайте пока хорошо давайте сделаем вот таким тег я буду добавлять как i innumerable string ну или list ну я использую innumerable и это будет тег ну пока вот такой формат дальше в процессе реализации посмотрим возможно этого в принципе не потребуется и для того чтобы редактировать соответственно я тоже могу редактировать по-разному мне можно использовать факт view model но здесь есть свойства которые я не буду редактировать например дату создания поэтому я создам еще один еще одну мап так сказать из которого буду вот таким вот образом update view model и собственно говоря можно сделать и в обратную сторону то есть специальным образом задать вот такую штуку то есть я буду факт создавать отправлять на редактирование вот в данном варианте да давайте вот так то есть я могу факт отправить на редактирование а после редактирования обратно вернуть факт вот примерно образом таким это работает более того можно сделать reverse map но я предпочитаю разделять потому что может быть задана разная конфигурация теоретически она будет работать в разные стороны в модула нету что я могу редактировать я захожу факт и смотрю что я могу редактировать я могу контент редактировать апдейтед и апдейтед бай я не буду редактировать потому что они у них автоматически подставятся created этой кредит бай не редактируется идентификатор до идентификатор нужен проб будет айди ну без этого никак потому что я должен поредактировать конкретную запись ну и в общем здесь мне также потребуется видимо уже и метки которые буду редактировать конкретному факту таким образом у меня получается два разных и модела который для апдейта и для криета разные и я их опять же перенесу в папку моделей и оба общем-то view models отлично и теперь у меня есть а так сказать 3 3 в модула да и один одна модель которая будет маппится в ту или в другую сторону в общем это каждый раз при реализации маппинга то есть процесс проекцирования если хотите одни свой и другие у меня появляется дополнительная прослойка которая может быть реализована посредством собственно рим автомаппер или другого маппера которым можно реализовать какую-то логику и это на самом деле очень удобно более того этот автомаппер можно мокать и в общем использовать юнит тестах но и раз я буду делать еще как я сказал пейджинговую постраничную тут под показ фактов то мне нужно сделать еще какой-то ну экстеншен да наверное сказать который будет собственно говоря им создавать вот этот ай пейджет действий модел да для этого мне нужно вот для начала установить и для этого я сейчас где тут manage packages я буду использовать callabonga asp-net-core controllers это надстройка над вот это вот asp-net-core это надстройка на как он называется медиатор и в общем то я буду использовать мне он достаточно сильно нравится в отличие от других реализаций маппера этого ну надо сказать что автомаппер и медиатор сделал один человек джимми богарт и в общем то достаточно серьезный человек делать прикольные вещи это старая реализация readable в writeable она в принципе уже не поддерживается но тем не менее некоторые проекты у меня еще на ней работают и я буду использовать вот этот вот здесь уже вот видно что требуется автомаппер и здесь есть медиатор и в общем то все что нужно для него уже здесь есть поэтому я устанавливаю вот этот вот самый контроллер в модел и у меня появляется интерфейс ай пейджет лист вот который лежит конечно в сборке другой ну и собственно говоря теперь что нужно сделать нужно сделать проекцию одного пейджинг листа на другой пейджинг лиг это в принципе тоже сделать очень просто я хочу сделать ай пейджет лист факт замапить на ай пейджет лист факт view модул ну соответственно create view модул факт креетки модул я не буду создавать и соответственно на апдей тоже поэтому только для этого и здесь я это тоже не смогу просто сделать convert using мне придется использовать пейджет лист конвертер вот и я хочу смотрите я пейджет лист конвертера могу сделать конкретный для фактов и конкретно для тегов но я могу сделать один пейджет лист так называемый generic и в него просто подставить факт и запятая факт view модул вот и теперь достаточно ну так вот воспользоваться услугами resharper а и создать этот самый view модул здесь у меня т ну пусть будет source а здесь будет 10 нишин и теперь опять же мне resharper подскажет ну даже не столько resharper на сколько еще вижу studio что я должен сделать чтобы мне вот эта фигня стала доступна вот здесь в общем-то ничего здесь сложного нет это имплементация а и так конвертер из одного типа в другой тип и в общем здесь я теперь должен сделать следующее у меня здесь т-сорс поэтому здесь будет т-сорс здесь т-сорс это значит т-сорс а destination я меняю уже непосредственно на сам destination и на выходе конечно же мне будет destination теперь у меня этот класс generic и соответственно давайте я его вот так вот перенесу в отдельный файл этот файл положу в бейс и поменяю него namespace ну в общем чтобы все было красиво реализацию мы сейчас напишем и в общем то далеко не будем отходить раз у нас есть факт view model ну в общем я могу control c control v чтобы сэкономить и ваше и свое время и здесь напишу тег маппер configuration теперь его открою и здесь вот у меня есть вот такой вот оп такой переименовательный процесс control f я его назову хоть control h до факт поменять на тег здесь 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 и здесь ну и теперь мне соответственно нужно эти теги создать смотрите редактировать теги я не буду отдельно то есть они всегда будут редактироваться вместе с фактом я открываю факт добавляю удаляет теги и при сохранении я удаленный буду отбрасывать добавленные добавлять неизмененные смысле те которые были они будут оставаться поэтому мне вот этот и модул не нужен и соответственно редактировать их не буду хотя нет наверно буду возможно мне потребуется где-то переименовать да я писал это условиях поэтому апдейт у меня будет и собственно говоря в этом варианте мне потребуется возможный просмотр этих тегов хотя нет просматривать я их не буду знаю я зря наверное сделал этот пейджет лист конвертер generic но тем не менее наверное я не буду его через пейджет показывать я в общем смысла особо в этом нет можно будет по поиску найти нужный и в общем-то отфильтровать поэтому редактирование я оставлю но в данном варианте у меня тег создает буквально из одного нейма ну да согласен наверное все таки нужно тогда я создам вот этот вот апдейт view view model который будет содержать собственно грамм нейм и еще одно свойство так оно мне будет гуид и тип ой и айди ну как вы понимаете у меня такой надуманный надуманная сложность да то есть из двух сущностей которые более-менее простые имеют буквально по одному два свойства мне приходится вот таким вот образом так как бы придумывать функционал чтобы вам по максимум показать ну в общем то это неплохо это это то что хорошо да хочу и так у меня есть mapper configuration configuration и в общем мне осталось вот здесь вот сделать кое-какие телодвижения в общем-то написать реализацию как я это буду делать ну а здесь в общем то мне нужно вернуть что ну return так если source равен ну нет если source равен ну тогда я возвращу пейджет лист так я возвращу пейджет лист empty и тип у меня будет конечно же the destination а если у меня не пустой лист тогда я буду возвращать пейджет лист from и здесь мне нужно указать что from там ну во-первых source а во-вторых мне нужно указать mapper так mapper у меня будет давайте вот так сделаем mapper здесь у меня о стоп контекст я могу взять его из контекста здесь есть mapper и здесь я могу как раз сказать map ай и номера был ну видимо source вернее t-source и отдать сюда mapper ну даже это не столько mapper сколько это source давайте так сделаем source вот и так и номера был map но конечно же тут t-destination нет t-destination вот так и лишняя и точку с запятой ну в общем тут я думаю все понятно если у меня ну в смысле если source равен нул я буду возвращать пустой page list если нет то я буду его map эти так у меня тут совпадение давайте поставим x здесь поставим x чтобы система не путалась ну в общем то вот и весь маппинг ну и пока у нас дальше давайте посмотрим что нам еще нужно здесь у нас есть и модал так что я еще хотел показать да я хотел показать как это все зарегистрировать смотрите есть ли открыть этот вот ну давайте откроем а у то mapper org ой ну ладно так вот откроем смотрите на самом деле зарегистрировать mapper можно то есть зарегистрировать эти профили в самом сами системе чтобы она могла маппить их когда нужно и где нужно можно несколькими способами ну во-первых в ручном варианте варианте вернее прошу прощения и второй вариант это когда вы используете автоматически для этого нужно или создать конфиг и потом запихнуть этот маппер в конфиг либо использовать этот вот extension который в общем то собственно что он делает он вот сервис автомаппер и какая ли в общем-то ассембли используется для вот этого где ваши класса лежат но на самом деле она будет работать и так и так может быть даже вот этот вариант более предпочтительный для sp.net core потому что в общем то это для него и собственно и делалось но я это делаю немножечко по-другому и объясню почему во первых когда вы сделаете вот эту регистрацию и вы давайте я наверное для начала сделаю а потом вам будет понятно чтобы я долго не рассказывал и так я здесь тогда сделаю еще один файл скажу маппер регистрейшен стрейшен вот таким вот образом ну и в общем то это будет статичный класс в котором будет происходить вот это вот самая магия поиску от этого али автомаппер и регистрация его непосредственно в системе потом поймете почему для начала давайте создадим ну пусть будет паблик нене не так не пойдет паблик статик ну здесь мне потребуется маппер конфигурэйшен я хочу вот так вот мне нужен маппер конфигурэйшен я хочу этот класс возвращать и скажу get маппер конфигурэйшен ну конфигурэйшен да вот мне подсказывает три шарперу видимо отлично и вот этот вот маппер конфигурэйшен мне нужно здесь получить ну во первых это официальная конфигурация то есть этого самого маппера и здесь мне его нужно получить ну во первых мне нужно профиль из да вот те самые которые я как бы создал тег маппер конфигурэйшен факт маппер конфигурэйшен и я сделал здесь такой гет про файлс я их буду получать из другого метода и здесь я должен как бы давайте наверное его сразу и напишем и и так мне здесь нужно листов нет мне нужен лист типов то есть список типов которые я буду регистрировать но естественно это будут то есть мне нужно вот эти вот штуки найти которые являются в базовом классе и в общем-то мне нужны профили на котором каждому лежит я это буду делать вот таким вот образом давайте так вот from вот так ну для начала мне здесь нужно ассембли начать type of стартуп ну вернее стартап там у меня лежат все нет ассембли что-то я совсем не допишу так это у меня типы не давайте по-другому сделаю совершенно по-другому я скажу в ритурн и здесь напишу вот такой ту лист ой нет ритурн вот так вот ту лист а здесь я буду писать from и и и type of здесь у нас startup get type info здесь assembly то есть мне нужно получить все типы так дальше get types вот здесь я получу все типы которые давайте вот так вот ну да хочу нет которые type of i auto mapper вот is assignable to нет здесь не нужно как раз ту т так что-то у меня здесь интеллисенс поломался да вот так вот вот который является наследниками от а и автомапе рту но мне при этом не нужно брать те get type info который из абстракт то есть мне абстрактные классы не нужны то есть сами вот эти вот таким образом я получу только вот эти классы а вот этот и потому что он абстрактный мне он не нужен то есть я получу только все от него наследники и теперь мне нужно так что то мне тут давайте пока ту листу беру вот так ну давайте я допишу select t да нет зачем мне так-то select пробел отмена т скобка закрывается ту лист вот так вот я хочу бог получилось то есть ну да тут какая-то шняга привязалась то есть я хочу получить список всех наследников от а и автомапе р но не абстрактные классы которые переводятся к этому интерфейса это будет вот этот и вот этот и теперь раз у есть все профили я теперь могу сказать for each давайте for each profiles я хочу ну вообще в их ну пусть будет так да мне нужно теперь это зарегистрировать и отдать наружу так но во первых мне нужно написать return new matter configuration вот а здесь у меня есть action отлично тогда сделаем так options и вот так вот enter и отмена вот так вот и теперь мне нужно по всем этим профилям пробежаться и сделать не просто а а select и мне здесь нужен конкретный тип ну пусть будет вот так давайте назовем профиль и здесь сделаем активатор create instance и так instance чего конечно же профиля ой ну конечно стрелку не поставил вот и мне сейчас эту всю штуку нужно привести к профайл вот таким вот образом и теперь у меня вот этот вот давайте я тогда вот так не options назову а кфг а здесь fg add profile и как вы понимаете мне нужно сюда отдать профайл ну и в общем то вот эта вот магия в общем то завершилась не что это дает но во первых это дает контроль над тем что вы собственно говоря делаете вы понимаете что у вас есть профили можно проконтролировать какие профили сюда попали какие нет когда вы нажмете 10 так сказать breakpoint более того давайте мы это проделаем есть у нас стартап и здесь есть делаю ну давайте так мне что там нужно ничего не нужно мне нужно просто сделать вот так сервисы с ой зачем вот примерно как то вот так но смотрите можем пойти по пути наибольшего сопротивления или на вернее даже наименьшего да то есть вот эта штука она сделает то же самое ну давайте вот это пониже опущу так повыше то есть вот эта вот строчка она будет равняться в принципе вот этой вот строчкой от ауто макер ой-ой-ой-ой так давайте покажу вот здесь вот я нашел это автоматер да я вот так вот сделаю это автоматер я все-таки поставлю этот экстеншен и потому что я его собственно использую но вот это то что я сделал я сейчас покажу где это используется и для чего на самом деле вы сейчас все поймете зачем я сделал столько много лишних телодвижений и так это автоматер я сделал здесь не нужно написать type of start assembly этого собственно говоря достаточно но вот эта вот штука будет равняться вот этой и это собственно говоря будет работать в общем то это тоже делает то что этот штука делать то же самое что и сделали только что сейчас мы но вот эта штука можно использовать при юнит тестирование это на самом деле очень помогает и я сейчас прям вот это прям проделаю я добавлю новый проект который называется я давайте вот так и дынью project здесь я выберу здесь я выберу тест ms-test unit test x x unit test ok здесь я напишу колобонга факт веб тест project name положить туда же да хочу ну и в общем это можно сделать все примерно вот таким способом я создаю новый файл который называется а у тома пир тест здесь я могу создать факт ну здесь я наверное просто напишу давайте вот так вот маппер конфигурейшен так вот хотя в принципе это не обязательно это всего лишь удобная штука для сортировки и фильтрации вот здесь это будет отображаться так и в общем то я здесь делал такую штуку и говорю что я вот этот проект хочу использовать ссылку на веб теперь у меня появились map registration класс и я хочу сказать war config как раз того самого маппера map registration так я что-то видимо не доделал ctrl-t так у меня получается что не установилась что-то давайте проверим на версию посмотрим до 31 конечно же не пойдет сохранить close до появилась ссылка на появился x unit практически даже все заработала за исключением того что я теперь могу конфиг сделать ассерт ёлки-палки ассерт configuration валид ну в общем то вот и написал тест который вам позволит выполнив его узнать все ли вы правильно замапили все ли у вас свойства заданы и я сейчас уверен что у меня будут ошибки потому что не замапил вам два свойства и каждый раз чтобы не запускать конкретно узнать все злоги мой все прошло успешно то есть мне автомапер сказал что он знает что делать с каждым из свойств каждой модели каждого viewmodel и их шут би ну давайте их шут корак и конфигурит ну вот таким вот образом то есть смотрите если допустим автомапер на самом деле достаточно умная система которая понимает что если у вас есть какое-то свойство в одном классе и оно есть другом классе то она просто один в один его замапит и принципе даже не нужно указывать какие-то дополнительные мапы в общем-то этим то я и воспользовался у меня есть в сущности факт сущность контей свойство контент и в сущности прошу обращения факт в моду тоже есть контент так вот если я назову его вот здесь вот message и нажму про запустить тесты у меня автофак проверить свои конфигурации скажет я не знаю что делать с этим свойством ты пожалуйста определись и вот тебе примерно какую нужно map устроить да я очень сомневаюсь что у меня эта фигня сработает так а ну правильно я когда из факта передаю в viewmodel так один момент так давайте разбираться для начала сделаем debug так стоп для начала нужно сделать бряку вот так вот успел да успел 9 5 да у меня прошу обращения профили не нашлись поэтому видимо что-то неправильно сейчас посмотрим так бряку я наставлю так и да я неправильно написал здесь должно быть from то есть мне нужно чтобы ты был был привестись к типу автоматик давайте еще раз запустим да теперь у меня все верно и в общем то как раз получилось то о чем я говорил то есть когда я свойство переименовал на сказала мне что свойство message в view модели давайте только пошире сделаю вот то есть когда мы маплю сма факта на факте модул свойства мопер не знаю чем с ним делать в общем то получилось как раз то что получилось и для этого собственно говоря вот эти вот теста нужны и помимо того смотрите что давайте обратно верну вот это вот где-то control за эту так вот сделаю билд и как я говорил у меня некоторые свойства не замаплены то есть она не знает что с ними делать особенно когда я создаю то есть у меня вот этих свойств вот собственно горячего я хотел показать мне автоматик сказал что у меня в свойства факт есть еще дополнительные как они называются свойства которые в этом в этой модели не существует и собственно говоря нужно с ними что-то сделать что с ними сделать нужно на самом деле здесь все очень просто мы открываем конфигурацию факта и из апдейта то же самое и еще у меня с фактами он не знает что делать отлично отлично это просто замечательно и это на самом деле круто и так смотрите факт на факт ему отлично отработал дальше искры так и теперь у меня из create а на факте моду ну во первых я могу указать что for member какой-то там ну какой-то мне нужен допустим айди я могу сказать чтобы она игнорировала это свойство потому что его entity framework создаст автоматически игнор и соответственно другие свойства которые по большому счету у меня здесь тоже есть три четыре пять они тоже должны игнорироваться потому что я буду выставлять автоматически автоматически они меня будут выставляться потому что у меня здесь есть application дб контекст ага это я еще не делал ну значит это предстоит сделать а давайте закроем эту штуку и продолжим и так мне нужно указать что у меня create передавать из этого в модула не нужно далее created by тоже передавать не нужно соответственно updated от и как вы понимаете updated by мне их нужно игнорировать то есть я их не буду передавать ну и опять же чтобы не запускать все приложения искать конкретный метод готовить ли он данный просто запускаю тесты и в общем то она мне сейчас покажет что то же самое нужно сделать еще для апдейте модула ну и этот конечно же нужно просто взять вот так вот и скопировать и для апдейте модула я сделаю то же самое то есть created и updated и id она будет игнорировать хотя id ну ладно все вот так вот то есть id у меня не поменяется это возьмутся из процесса обновления это нужно будет потом сделать и допустим еще раз юнит тесты да и вот я уже вижу что у меня есть факт то есть когда я делаю обновление тегов на метка у меня есть факт но естественно их тоже нужно исключить из маппинга это это нормально и здесь нужно ну давайте так вот control в а лишнее вот так вот удалю здесь скажу чтобы он факты игнорировал айди в принципе мне тоже будет игнорироваться то что она его не показала я просто поставил что указал ну и надо остановиться еще вот на чем смотрите на самом деле можно сделать разные конфигурации и я просто для примера покажу например можно сделать для всех свойств вот этот самый маппинг можно сделать через конвертер можно сделать автор моп то есть когда уже замапили конкретный модель на конкретный view модел то можно сделать автомап и после этого внутри будет вас доступны методы которые возможно то есть объекты которые замаплены и проделать дополнительные какие-то операции в общем настройка вот это вот есть и бифа есть и использовать все игнорируя конкретный или использовать конкретный игнорируя остальные то есть на самом деле очень гибкая система ну например вы можете замапить какие-то количество мапов ну то есть свойства и а все остальные задач чтобы они в общем очень гибкая система на самом деле все это описано очень четко и подробно в документации я вот пользуюсь удовольствием в общем то чего и вам собственно желаю более того можно делать собственные экстеншены которые позволят ну вот вы видите что вы здесь вот у меня вот эта штука и вот эта штука одинаковая потому что мне о как но в общем то я догадываюсь и у меня есть теги и они используются и здесь и здесь и видимо их тоже нужно заигнорировать в общем я хочу договорить мысль есть ли у вас есть какие-то общие документы общие наследники каких-то классов например у меня есть факт который наследуется от айд аудита балл аудита балл да да аудита балл можно сделать какой-нибудь класс каст кастомных экстеншенов до который вместо for member написать например это игноры балл for аудита балла и тогда у всех классов катат которых унаследованы то есть которую наследованы от аудита был вот эти вот штуки будут автоматически ген игнорироваться но и для того чтобы у меня все заработало давайте проигнорируем метки которые будут и при создании так ну надо сказать что у меня здесь меток нет нет они тут есть и здесь метки тоже есть но они другого типа и поэтому автоматер сказал что я вот не могу вот эту вот хрень твою развернуть делай сам поэтому я это буду использовать в дальнейшем через кастомный так сказать резолвер в общем-то я покажу как это делается потому что мне нужно будет делать там некоторые обработку и это как бы чуть попозже так давайте запустим тесты надо уже завершать потому что достаточно много времени прошло так тесты прошли отлично на этом наверное все мне в принципе показать вам больше нечего так ну я сейчас выложу очередную порцию в гид а вам всего доброго спасибо что смотрите и пишите правильный код а 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 Продолжение следует...